господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 705 события дня евреям 9 27 человеком положено однажды умереть а потом суд как у людей есть такая поговорка говорит не умрешь горя хватишь а по-христианский наоборот тут умрешь вот тогда горя хватишь с человеком положено однажды умереть как говорят все мы умрем только не в одно время это правильно а потом суд а не так что сначала суд а потом человека приговорят там повешению к расстрелу и тогда смерть наоборот у бога ян злато ус все это подмещает и говорит вначале сотворил бога небо и землю у людей сначала фундамент закладывает а потом крышу а бог сначала крышу делает а потом землю доход в японии сейчас так и делают сначала там как-то закрепляет крышу чтобы не размачивала а дальше строят это за 17 ноября 2017 года галина блеска пишет мир вам игнатий тихонович послушайте как славит господа на ю тубе симон хороцкий или хороцкий не знаю буква л и одинаково пишется в английском языке отпечатается не знаю молодой человек православный из ванкувера сша брат александр андресенко нарыл то есть нашел где-то дивное исполнение погрейте с богом я и пишу дайте ссылку она отвечает поисковике ю тубе там где значок лупа наберите вот так и показывает дальше симон вот она где вот или вот она где и симон то и наслаждайтесь вам понравится так же как и нам всем вашим птенцам кавычках с богом я отвечаю я его давно уже слышал и не один раз пока я ничего не говорю азбабка то отстала я пишу а какой он веры знаете галина православной она уже написала он православный я опишу отнюдь и кто он по нации те кто поет с ним и на что ему на это средство какие средства человек пропел и средства я никогда не встречал чтобы верующий пропел и просил деньги ходил а это как день и пропает деньги дайте вот а другое нужны средства чтобы составить ролик а зачем тебе петь по горам то лазит то речь не о пении идет я посмотрел какие посещаемости там полмиллиона ну когда там как было поставлено хорошо профессионально сказать он поет если это по дороге идет и движется а потом одновременно голос еще не уменьшается никак и сразу видно он стоит там на горе на море волны его люди смотрят им нравится это я это все объясняю это вы знаете его не знаю я пишу отнюдь то есть не православный а как вы узнали не знаю у какой православный он но борода у него и без галстука мне нравится он я говорю ну она пишет мормон что ли пыталась выяснить его верно не вышло у меня смотрю рубахи на нем наши да и слова библии слова песенная поет без изменения а если протестант то ревностный талантливый исполнитель иудеем не может быть поет иисусе христе да деньги просит надежнее спасаться православие от апостолов даже в таком искореженном как ваша потеряю скопень ветла которая быстро растет попав плодородную почву ангела на сон вам и всем я отвечаю все же хорошо постарайтесь чтобы узнать какой он веры и признает ли символ веры никео цареградский наш галина в леске да задам ему этот вопрос я пишу нигде ни разу не видел чтобы он совершил спасительное крестное знамение почему хотя для съемки склоняется как бы на молитву то и лежит на бывает на колени не странно ли это ни в одном месте и ни разу и поют с ним женщины 6 женщин все бесплатков с непокрытыми головами иудейский артистизм артистизм и угодить в раз и на всех то есть он не говорит кто его своим считает и баптисты и православные которые любят петь я знаю таких они как коты на заборе мурлыкают и мурлыкают вот в откройте интернет посмотрите растеряем игорь поет человек матершини к пьянице говорит пьет так и но неважно он поет он поет и на гармошке играет посещаемость полтора миллиона два миллиона с половиной дальше женщины идут голая совершенно голые сзади стороны и написано они взорвали интернет чем взорвали то что пукнули громко совершенно голая посещаемость 3 миллиона за что это лайки там это все люди любят это вот возьмите ямщик не гони лошадей то кто не поет и шаляпин поет и женщины никогда ямщика в глаза не видели штоколов борис это я говорю уж такие светила хворостовский димитрий все поют ну вкладывать что-то свое где-то протянет но кто кто его видел ямщика по пустыне доехать и там и на лошади гонят он стоит поет все как будто бы ну красиво интересно мне нравится это дело ну кто обратился к богу то хоть один может обратиться никак почему идите и проповедуете они пойти и он все поют и поют и поют у нас приезжала тут баптистка она в америку ехала целый день разговаривать вообще не может она только поет и поет и поет я понял это не от бога если это от бога она тронет от бога когда когда проповедовать сказал некому ночь и тогда поют бывает где в тюрьме и там слушают люди вот павел пел в темнице деяния 16 глава и бог потряс тюрьму то дальше события известны как обратились люди покаялись семья там начальника стражи это есть такой а больше нигде нет павел что ходил и при том поет он не просто поет а он поет и одновременно лезет это на горы с одной горы на другой издалека близко ну как принятый что-то там крутанется зачем и вот когда-то поет какая девочка смотрю где-то там конкурс у нее она поет ну поет хорошо а чем она поет о чем ну тут маленько посмотреть там миллионные посещаемости и вот сверкают там разные лучи ходят летают и что-то они могут сделать что угодно показать тебя не на дороге ты на облаках на коне это все сегодня делается на самом деле он это или нет а зачем это нужно то значит он вот и вот этим привлекает людей люди видят все но если просто стоял бы и пел у баптисты я покажу какие есть баптисты они тоже поют там бывает из себе разный свет мелькает у харизматов но они не лазят по горам нигде что песню спеть там все бы вершины покорять надо зачем привлечь людей а дальше посещаемость такая монетизация стоит получает деньги еще после пения с кружкой говорит по кругу шапкой ну какое-то обращение ну что труднее пропеть песню или сказать проповедь что бог коснулся ну ясно делал проповедь идите проповедуйте у меня бог благословил проповедовать 55 лет и никогда не просил денег но было один раз подошли там люди много людей около храма она подошла и сунула мне в книгу помолись чтобы хрущев сдох я не знаю о чем еще тебе молиться то где и всегда просят деньги это трудно где это видано даже артисты где-то поют ну там может быть зараза ранее там билеты покупают я его я и пишу иудейский артистизм галина артист бессредственный артист вот как еще качество записи дорогое рояль на пляж приволочь тоже деньги такой способ прославить бога для многих ушей принимаю к месту и не к месту только не молчи что к месту не к месту проповедует слова во время не во время и галинушка нет этого нигде а поют ездят я знаю старообрядцы поют ездят ездят другие государства и там везде платят за это а как петь артист должен кормиться и высоцкий поет и какие блатные песни там такую срамоту и на раз завернет и ничего ничего сойдет тоже пил гулял и помер кого-то обратил богу нет и вот корейцы песенку составили посещаемость полтора миллиарда вообразите это еще миллиона только миллиарда ну жанна бесчевская поет и она герман есть хорошая зыкина людмила посещаемости такой то нет что там миллионы но все равно посещают и кто к богу пришел ничуть я отвечаю просчитайте очень внимательно все вопросы поставленные тут что я написал к этой теме после можно не возвращаться к богу сие не приводит тем более к духовному росту к смиренно мудрию приготовлению к страданиям грядущим толпу отзывов у него отзывов много там я все это время потратил сразу и ни одного серьезного только ласкательство слухой и поглазеть как на монаха фотия павел пел вузах передавая в таком виде благовестия к находящимся там в тюрьме и не менял десятки раз фон передвижение где же будет остановка то у него все ходит и ходит он где-то то на лошади едет скачет но людей это и привлекает это на первом месте трава улег в траву цветочки там жена идет на встречу ребенка обнимает православных ездящих по монастырям монахи называют духовными туристами поглазеть послушать пение тут тоже самое поиск духовного сиборитства потрафить изнеженному вкусу утомленных пением знаменитостей гурманского диванного фальшивого христианства попробовать бы надеть на эти шесть голов у моря головные уборы платки чтобы волос был полностью до волосинки скрыт вот как у мусульманах смотришь то думаю что это никому не удастся ну скажет а где их так можно найти и проще ну вот я попутно буду говорить когда вот какие ресурсы у нас сразу покажу это мой мир тут много есть я их не трогаю ну а я его раз много рассмотрел я знаю чем речь идет и вот симон мы сначала посмотрим как выглядит он смотрите как но рубашка расстегнута обязательно я уже знаю это галстука нету он под под стихией эту мира но выглядит прилично конечно не в поясе а где надо широкий пояс он наденет и и дальше здесь говорит что благодарю что приходите и проще это по-английски написано поддержать нужно его и проще деньгами моя музыка и вот они 6 женщин идут я сейчас включу немножко чуть-чуть потому что иначе привяжутся к тебе ну чё скажешь красиво на берегу океана море то есть он и на месте не поет нигде дальше я отрывочками чуть-чуть вот увидели как но это я показал одну эти как поют хорошо без платков это 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 но как я же не спрашиваю с ними разговариваю но достаточно глянуть и можно уже узнать где-то хорошо одеты все нужно на просто нормально что-то может только порадоваться или вот представьте где поет он вот то ли предел а то ли так и есть вот он поет смотрите это вот каждый раз придумают эти съемки какие профессионально нет нет здоровых умер но я-то не выжить вот она говорит рояль то притащить или вот дальше он говорит поет смотрите где он идет как поет вот только кадры пропадет это а вот следующую строчку там его на горе и подгарит и подгарит видите как это надо видите как руки расставляет но вместо описания возвращает человека в тлении говоришь возвратите сыны человеческие ибо перед очами твоими тысяча лет как один день тысяча лет как день вчерашний когда он прошел то есть синодальный перевод берет ну замечательно просто вот и что скажешь то и вот он поет и передвигается снова еще одну покажу как звук отшумят исчезнут вдали с ним не летят эти поглядите как он делал он поет там теперь дальше идет вот 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 Симен когда-то хоро или как здесь это какая буква л у них или нет познакомиться с моим творчеством поближе посетив мою личную страничку доступ к съемкам за кадром ранний доступ к новым музыкальным видео то есть он поет и поет я бы не видел чтобы где-то проповедовал в журавлином пути и все так видите как и вот здесь допустим он поет там про лошадь за тихой рекой дальше вот он где это считается молиться он можем молиться можем в поясе ну замечательно просто никак но крестное знамение нигде не совершает а и а христе поет а за кого он христа признает то нигде нету нету чтобы он сказал что христос истинный бог он не признает его богочеловеком или признает и борода не тронут то по иудейски не мусульманин очень похоже я не а вы знаете кто не знаю но очень похоже на мессианских иудеев они его признают мессия а не богом то есть боятся а почему это так то важно очень важно этим самым готовят престол антихристу и евреи их не ну нормально относятся я сначала думал а как так пропадают о христе живут в израиле никто не трогает а они оказывается бога его не признают богом то оно придет когда которого машаха ждут тот бога человек в храме воссядет как бог называя себя богом а тут песня до слез ну вот это рассуждение я увидел его и все привлекает нет но много музыки пения все хорошее и дальше где он идет я даже сейчас уже 500 раз прослушиваю у меня вот он говорит все и тогда деньги просит это я буду делать а если у вас есть положение вот есть положение все ну я показал чтобы не прицепились где-то и что хотели чтобы обратился кто знает чтобы зашли на него там вот и надо если это в горах это ну не фотомонтаж там видно там сиденье надо притащить было ему надо деньги ну это все окупается как он будет а все не работает какая рубашка у него и ну вообще замечательно вот по тихой росе тут особенно в горах где он для страждущих вот а как тогда а вот как я покажу как поют тоже немножко только больше то мне нельзя дать власти так ленточный так подожди сейчас где-то у нас тут это у меня форум показать где вот сколько вчера посетила сейчас я включаю и вот 351 вот он где 351 это наш канал видеоканал вот я вот сейчас ставлю сегодня ночью два часа ночи уже я начал ставить здесь и вот 125 за два часа пришло тут поменьше вот беседую с кем-то да вот проповедь я говорю всего 24 часа а тут ах я на златоуст всего пять за три часа даже больше за три часа пять минут это пять человек пришло ну потом больше больше стата почти никогда не набирается ну куда народ тянется то проповеди златоуста ни во что а по горам человек ходит по одной строчке поет с разными в разных местах и миллиона ах почему златоуст говорит проповедь вот я знаю фильм такое искупление еврейский тоже фильм для евреев то они нигде он нигде не ходит он пришел сидит и весь фильм снимается в одной комнате как он доказывает что христос спаситель он умер за грехи людей они совершают иудейскую пасху искупление посмотрите и не надо там каких-то больших эпохальных как война и мир бондарчука там ставили такие большие эпопеи там играет бородинское сражение тысячи людей пушки гремят порох жгуты ничего этого нету один поет и больше ничего нету ну и у нас еще есть во свете библии вот и вот теперь я покажу поет боже мой боже мой это видимо баптист или кто-то из этих ну не православный видно бритый там и вон виногалстуки его но поет то как я о пении говорю но минора стоит здесь все это научились ставить оформляет он нигде не бегает и кроме того слова видите на экране там дальше идут но хочу на свято жизнь прожить лишь идти по глазах на море свято жизнь прости мою я что прощал и на подруг мне не прости видите он не бегает как этот говорит там Шевченко Александр не бегает другие там трясутся гитары извивается проще прилично поет но бритый никуда не годится то надо же сказать все человеку что передали я не знаю ни фамилии ничего мне очень нравится какой поет талант все никакого здесь да дальше не месяца там тени никакие не светотени ничего не создают они прожектора играют над ним просто стоит и поет и видно какой у него дар и вот смотрите я сейчас начинаю с самого начала облачет и к и и и а у и и и и и Я не знаю, бас-баритон, как определяет вот это. Ну, видно, что это артист. Это не сравнишь даже там, как Хворостовский там поет где-то. Ну, что, тот прямо говорит, Бога нет, я не верю, что есть жизнь личная. Это видно, что он верующий. Но вот эту амуницию ты с тебя снял бы, масонскую-то, и как вот этот Симон-то так же был бы с бородой, и одеяние, как у Симона, вот соединить их. Но чтобы Симон больше по горам там не шарился, там делать нечего. А это вот завлечь. Видите, люди смотрят, и понятно поет, как их даже сравнить не надо. Какого-то таланта у того, как он поет без напряжения. Как Робертина Лоретти смотришь, он поет, или Шаляпин. Ну, ему не надо придумывать. У него идет, у него здесь орган в горле стоит. Вот он. Вот видите, как он поет. Стоит ровно, немножко там качнулся где-то. Но как вы считаете, надо где? Ну, вот я могу показать. Вот. У нас во свете Библии называется канал. И во свете Библии Владимир Мочарин написал стихотворение, а потом поет. Вот послушайте, как поет. Библии Владимир Мочарин Библии Владимир Мочарин Библии Владимир Мочарин Родители нынче слезок Ты смело шагай и не унылай Другим на пути помогай С Христового пути нам нужно идти Пройти километры дорог Ты слышишь вперед, труба нам зовет И это все делает Бог Видите как, вот здесь даже за кадром не видно Он не хотел, говорит, человек этот видеться И, ну, это у нас заставка на наш форум заходить Когда поставлено во свете Библии У нас сайт называется Это специально написано Действительно так и есть Мы это приняли, поставили Я его не просил это написать Написал, куда-то поехал, знакомый артист Ну, видно, профессионал поет Я сейчас говорю о событиях Вот вчера пришлось на эту тему говорить Ну и все То есть, вот я что сказал, здесь есть Нет, я не осуждаю Я вижу, что недостаток, об этом говорю Его уже, может быть, избавили Вот это пение там И отзываются сколько Вот там Тихон Шевкунов где-то Дает интервью Зое Крахмальниковой Дочери Зои Александровны И тоже отче, святой, там то другое Он епископ теперь, Егорьевский-то Но он сергианец законченный Да, патриарх, этот Митрополит, митрополит тогда он был еще Сергий Скоргородский Да, он солгал Да, это ложь Было гонение, он говорит, власти нет и гонения Но он хотел церковь, структуру сохранить То есть, защищает Защищает И он даже канонизировать готов Больше предательства в церкви не было Как Сергий Скоргородский Это миллионы людей Страдают, но нет, за веру никто не гонит Ну а что делать? Ушли в катакомбы, он говорит про это А там один только сказал Говорит, ну а если бы не пошли на эту ложь Власть прославлять, что ваши радости, наши радости А именно катакомб, да все равно бы она осталась Всех не переловят Во времена первых веков-то как гонялись? Жития святых, говорят, ничего 475 тысяч казнили Ну эти, там, 100 миллионов Но все равно были бы И сейчас, когда свободу дали Какая бы церковь-то вышла Ну не это, что сейчас, как есть-то Потоком хлюпает жижа Не верят Попой смотришь Венчают, венцы сзади держат Не надевают нагло То есть ничего нету Крестят, как попало ладошкой Вот как Это я попутно говорю Слово Божие для обличения Наставления, вразумления Вот Симону это передайте Пусть он выйдет на это Ролик сегодняшний У нас составлены события дня 18 ноября 18, за 18 И он здесь увидит Себя Жена тут, как у него Там, ой, как он Ну, там, ребятишки Он о себе рассказывает И опять, дайте денег Вот это больше всего Здесь Баптисты, я смотрю, поют Никто нигде не просит Ну, с тарелкой Потом они ходят Где-то А можно не ходить Десятина святая Все уничтожит Ну, вчера с одним человеком Переписываюсь И человек Это мне говорит Говорит, пришло К ней Человек один и говорит Нельзя так людям Просто Евангелие давать А то бывает Что на мусорке находят Надо давать Кто сам попросит Это православное Говорю Ну, ты видела Ролики-то на канале Как Евангелие раздают Братья могут Сейчас или больше ходить А два-три человека Только возьмут Удивляются Неужели? Но когда расставались То финал был вообще Оказывается Игнатий Тихонович Когда с братьями Ездил в Европу Его где-то арестовали И месяц В заключении Продержали Дескать Ей на днях Кто-то это рассказывал И в таких красках Как будто сам там был И как Игнатий Тихонович С братьями Месяц Молились И как потом Сжалились Не другие И отпустили их За то Что мы молились Вот какие От нас молвы пускают Что месяц Задержали Там где-то нас Мы молились Да, было у нас В Турции Сутки почти Были Там как задержали Нас не арестовали Ничего Мы не открыли А они говорят Не открывайте Значит не пропускаем А у нас она запечатана Была В Грузии Печати грузинские стояли И надо отрывать Печать и срывать Было А мы не знали Дальше как в Грецию Заходить Ну и мы молились Тут рядом Полицейское отделение Прямо напротив И мы молились И Господь Расположил этих Турок к нам И все Дали тут сразу Начальники Я ему книги подарил Наталья Вечкутова Мир вам Игнатий Тихонович Спаси Христос Что не забываете нас Мне ценно Каждое слово Полученное от вас Мне страшно Даже подумать Что могло Не быть Встречи с вами Злыгостев Кирилл Вчера первый раз пришел Мир вам Игнатий Тихонович Второй месяц Смотрю ваш канал На ютубе Столько всего Открылось Я сам покаялся У пятидесятников Служил пять лет На полное время В церкви Города Нижневартовска Слово жизни То есть Эту секту Называет Слово жизни Конфессия Динаминация Выкиньте слова На каждое слово Везде Прикрылась Ересь Сейчас не могу Уходить туда После ваших Роликов В общем Понял Что православная Церковь Истинная А как прийти туда Ступор полный Я сейчас Живу в Тюмени Может вы знаете Кого здесь Кому можно Обратиться В первый раз И хотел узнать Есть ли в Тюмени Ваши книги Библиотеки Спаси Христос Вас Отвечай Есть В президентской Библиотеке Вот так она Называется Там Познакомьтесь Со священниками Найдите по душе Злый Злый Город Севкерил Спасибо Благодарю Почти все В аудио Как мне их Видео сюда Поставить Вот как-то Чтобы каждая проповедь Это отдельный Был Файл Вот Для чтения Список проповедей Палфавиту Список проповедей По местам Писания Их легко Искать Палфавиту Вот сейчас Смотрите Я открою Дальше Вот она Сначала Было не так Название проповедей Произнесенных В храмах За богослужением Том и страница Название В афаэтном порядке 1136 Ну где-то Берегись из заблуждений 17-й том Открытым оком 461-я страница Как называется Страница Том И какая страница Вот это все Я сам разносил Потом Вот Я сейчас передвигаю Вот посмотрите Сколько Гробовая вера Грядущая на облаках Христос Да будет известно Да будет мне По слову твоему Я бы даже Так вот продернул Чтобы посмотрели Какие веры Отдельно Посмотрите Я там вначале Это не говорил Не показывал Ну прочитайте Тормозните И прочитайте И они у меня Все в моих книгах Есть В Ворде Вот представьте Сколько проповедей Ни две Ни три Ну 25-30 минут Проповеди Это все За 9 лет За 9 лет В это же время Было написано 3467 Стихотворений По 36 строчек Ну 9 Четырех Строчных Куплетов В это же время И в это же время Было издано 38 книг За 9 лет Это все В 9 лет Утрамбовать надо Вот смотрите И в каком томе У нас можете найти Заходите Вы уже Вот они Я первый раз Показываю Так Подробно Смотрите Тормозите Тормозите И дальше Уж добью до конца Проповедей Сколько готовиться Надо Я бы сказал проповедь Люди обратились И скаются Я бы сказал Дайте денег Дальше А то мне тут Анжировку надо Сделать Смешно Даже Вот это Поет Его теперь уже От этого не уйдешь Он Работать не пойдет Нигде его не видно Вот это Про Симона хочу сказать Нигде не видно Чтобы он был С лопатой С мастерком Делал Что-то Пахал Копал Проводил Нету нигде Идет По готовой дороге Готовый рояль Ну и Есть на что Нанять людей Которые так снимают И прочее И приводят куда-то Я не знаю Может православный Может быть Но через пение Чтобы вот Вот такое вот Ходил Да люди обращают Как раз Анжировка тут мешает Мешает Я как-то Говорил слово У адвентистов Седьмого дня Они меня спросили А вот У вас В окна смотрят Бабушки Во время Богослужения Это не мешает Им Я говорю У нас не смотрят А почему Как так-то Вы сумели сделать Да никак У нас окна На 4 метра От земли И узенькие Да закопченные От свящей Там рядом Ничего не увидишь Ой Заулыбались Посмотрите Какие проповеди Названия Это проповеди Это Часть Проповедей Притом Может быть Малая часть Которой Говорил Каждое Богослужение Я говорил Две проповеди В субботу Две воскресенья Две Если праздник Это 4 И еще 4 8 проповедей В неделю Так К ней Мне надо было Готовиться Готовиться В каждой проповеди В среднем 30 раз Только открывая Библию То есть Я не открываю Так же Я считаю Без Библии В руках Это Видите Это по алфавиту Как проповеди Называется Ну у меня 30 томов Открытым оком По 752 страницы 30 томов Разного цвета Обложки Корочки И Каждая книга С 12 13 тома По 64 страницы Светных Фотографий Наших Наших Где мы С детьми Работаем Там Отдыхаем А здесь Ничего нигде нету Как вот Допустим Какой-то сейчас Священник Где-то Под часами Или где-то Сидят И не сдвинутся С места Нигде Не видно Ну другой-то ролик Поставьте там Осипа Где он работает Вот Ярость И гнев Божий Вот здесь Вот это я все Показал В алфаэтном Порядке Но эти же Проповеди Вот Они По местам Писания Вот как Выглядит На Матфея 1.12 Где это написано Том 19 Страница 597 На Матфея 1.1.25 Это том 16 И 416 И так далее По Матфею Вот оно Где идет По Марку По евангелию От Луки По евангелию От Иоанна Деяния Иакова 1.Петра 2.Петра 1.Иоанна 2.Иоанна 3.Римлянам Иуды Коринфянам 2.Коринфянам Галатам В одну строчку Сколько к Ефесянам 2 глава смотрите какой длинный список вот она где начинается 2 глава на 1 главу он впереди Ефесянам 1 глава вот она Ефесянам 1 глава потому что указано в церковных календарях на какой день что читается евангельское чтение и когда знают священники они легко заходят сегодня у нас с Ефесянам 4 глава и допустим 11 стих а вот она где 4 глава 11 стих вот она нашли это 12 том 12 том 547 страница вот так 4 глава с 11 по 13 стих том 16 667 какой том какая страница а потом проповеди по ветхому завету бытие и исход паралипоменом псалмы а потом просто по названию 1 сентября выголошение день то есть никакие места просто так встреча со Христом вот я как-то говорил проповедь при епископе называется Ефот что такое Ефот и он так удивлен а где вы это считали все принимаете конечно все принимают но где брать нигде я на молитве это беру я на молитве у Бога выпрашиваю и Господь полагает на сердце занятие 123 в Потеряевке вот они названия брак вознесение выбор друзей надо показать я один тут снимаю поэтому какие названия какой том какая страница они тоже в наших книгах открытым оком но 30 книг а еще 3 у меня в интернетной версии они в книжном варианте бумажным не изданы вот как первый том 11 тем второй том 9 тем третий том 32 темы четвертый том 25 пятый том 26 шестой 11 девятый том 9 итого 123 темы темы какая труд тщеславие туалет успение хозяин работник хочу и надо Христос воскрес страна приема то есть еще кроме того это занятие на улице это было не в храме я опять возвещаюсь вот аудио библия начитанная как это сделать роликами допустим каждая глава или там сколько сделать такие по полчаса если бы кто-то взялся это сделать потому что роликами как-то лучше привыкли делать хотя многое у меня уже сделано из стихотворения но меня сейчас интересует именно проповеди поставить как-то файлы такие чтобы выставить можно как-то делали это но сам я не делал вот такое дело это у нас файл православный библейский тут самое важное считаю это даже не книги а вот вопросы 4124 и вопросы здесь государство сейчас 10 папка идет 55 папок разбито вот вопрос 3881 27 том открытым оком так ли опасно политзанятие в лагерях заточения при советской власти для души человека что можно пойти и на муки и на смерть но только бы не посещать их так к примеру поступал известный баптист Бойко Николай Евграфович кажется ответ я этого вообще понять никак не могу выходит что никаких газет журналов он не считал вообще даже на работе когда приезжал лектор по любому вопросу вывешивал афишу приглашая всех желающих это в лагере я слушал а потом беседовал с этим долектором мне это нравилось что-то новое узнавал и конечно же было свидетельство о Христе но страдать не ходить это что-то из области самых тупых и темных сектантов но Бойко же не такой он нигде этого своего страха перед политзанятиями не объясняет может и здесь сыграли злую шутку узость сектантского разумения всего узость взгляда на истину один стих вырвет суббота суббота другой вырвал Егова 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 я же ходил бы и записывал конспектировал пополнить свои знания даже в лагере и в тюрьмах я считал все газеты какие туда поступали и считал все книги какие брали во всей камере в каждой камере висит устав я его переписал заучил чтобы не нарушать это мне было весьма на пользу обычно зэки ищут способы чтобы попасть на кухню хлеборезку и в этом им помогают иногда родственники покупают эту должность а начальство лагеря само предлагает Бойко эти престижные места как он говорит и он отказывается намертво они снова уговаривают его что если сам не можешь хлеб резать то будет другой заключенный помощник резать и только наблюдать чтобы не воробали и он опять отказывается что бы это значило можно даже предположить что Бойко пользовался поддержкой с запада так как совет узников везде с обращениями своими выходил высшие инстанции взывая о помощи узникам это не запрещается и могло быть так что кто-то добирался до лагерного начальства чтобы как-то облегчить участь этого несчастного но все было тщетно он никого и никогда не слушал считая что имеет прямую связь с Богом и только оттуда получает инструкции на все случаи жизни вот почему у всех их были после освобождения одни и те же отношения с теми кто был во главе те их отставляли в угол руководителей своих же а они ничего не могли предложить кроме того что было за плечами авторитет исповедников а в новом руководстве как раз этого не имели и потому ни во что ставили такое ценное наследие Николай Бойко как святой Никита который уперся и даже поросенка не хотел кушать пока женщина угощавшая его тайно у окошка в камере не доказала что она по считательности икон а чего это иногда просто от упертости и узости взгляда на истину у Бойко не было никакого специального образования если в Библии он ориентировался на уровне баптизма то в других областях он знал только отдельные выражения и ими оперировал но обладая хорошей памятью и совестью он не мог не понимать что в других областях как в политике его суждения мелкие и ошибочные и боясь попасться в просаг и на том потерять свой авторитет перед зэками с чем он так дорожил он избегал политзанятий скрылся за Христа как говорят в таких случаях как солженицем а в действительности это было еще большим сужением и до того узким пониманием учения Христа что Бойко прочитал за все годы заключения-то об этом он нигде и ни слова и легко понять что нищего и ни одной книги из классики или современных писателей он не читал слава Иисусу Христу не считал зачем он же уже спасен вот это уже спасен заклинило мозги миллионам сектантов и не дало двинуться в сторону развития талантов считаю это явление от Лукауова где во Христе там всегда свобода духа и широчайшее разумение всех вопросов чтобы для всех сделать и всем вот как разъезжал Марсенковский Владимир Филимонович он же ни для кого не мог сделаться никем он всегда был упертым в стену битым баптистом и перед православными батюшками он как миссионер был никакой но и такого лишь за одни его страдания баптисты уже фактически канонизировали считая его бриллиантом жемчугом и достойным всяческих похвал мученики бывают и у сатаны и у колдуны и лютые еретики не раскаяны не про бойка конкретно говорю а об отношении к страданию бойко все что считал о церкви самонадеянно относил к своей еретической человеческой организации и свое ломание хлеба считал самым настоящим причастием а это было не что иное как кощунство и грех дофана и участь жажды быть опущенным в ад Яков первая глава пятый стих вот баптисты опять могут обрушиться хорошо что они не смотрят эти ролики если же у кого из вас не достает мудрости да просит у Бога дающая всем просто и без упреков и даст своим а Павел не боялся этого почему как один из стихотворцев критяне всегда лжижевые сказал то он знал и пихтета он читал а златоуст василий великий те вообще уливания учились а это языческий был философ и апостол Павел говорит что у много молиила а это же не христианин был 1 Тимофея 3.15 чтобы если замедлю то просит у Бога дающего просто без упреков дастся ему и 1 Тимофея 3.15 чтобы если я замедлю ты знал как должно поступать в Доме Божием который есть церковь Бога живого столб и утверждение истины о плаще над судьбой отверженных племен блуждающих в пустынях Вавилона их храм лежит в пыли их край порабощен унижено величие Сиона